Изначально по финансовой модели проект совместного с ВПРФ был рассчитан на 4 года, но из-за того, что это самый такой живострепещущий вопрос и очень важен для наших граждан, губернаторам было принято решение сократить срок реализации в 2 года. Работы на самом деле глобальные, вот вы, наверное, обращаете внимание, что мы производим, фактически полностью меняется корыто, практически все сети свыше 400 диаметра мы тоже меняем на этих участках, чтобы потом к ним не возвращаться. Делаем дополнительную изоляцию, дополнительные футляры на газопроводы, на сети электрической коммуникации, на сети связи, частично тоже перекладывается, чисто просто меняется. Поэтому срок поставлен 2 года, мы, причем девятка и восьмерка поставлена задача сделать уже до конца следующего года уже трамвайные пути. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы это сделать, организуем движение, я постоянно на стройке, совместно с подрядчиком производим эти работы. Вот, были сложности с проектом, но мы сейчас получили проектное решение, и это нам позволяет крупномасштабно развернуть работу. Сейчас это администрация занимается, вот они подготовлены, ну, расскажите, как вы здесь. Да, нам буквально вчера поступили данные от подрядчиков, сейчас мы их анализируем, и после этого все необходимые мероприятия по претензиям и соответствующей исковой работе будут проделывать. Ну, это будет в течение ноября или фекабря? В течение ноября, да. А какая вы грозит ответственность за рабочую? Это определит суд, какая ответственность будет. А что следует требовать? Возмещение затрат? Возмещение затрат, естественно, принесенных затрат. Не было проектных решений, мы сейчас их получили, плюс, допустим, на участке от монтажного техника по второй садовой мы перекладывали 2000-2000 водопровода, которые тоже как бы мешали производству работ. Сейчас мы получили проектное решение, везде у нас фактически будет устраиваться дренаж дополнительный, который изначально в проекте не был, и мы разворачиваем работы. Первоначально рельсы, я думаю, появятся на улице Политехнической, потому что там уже высокая готовность, на сегодняшний день там выполняется первый этап, балластный слой, он и первым этапом был изначально в проекте. Потом, соответственно, это будет улица Слонова, вот, постепенно сейчас со Слонова, также балластный слой, я думаю, до конца недели, до середины следующей мы должны закончить на Слонова, переходим на улицу Степана Разина и параллельно улица 2-я Садова и Огородная. На Огородной еще у нас осталось порядка трех коммуникаций, из них мы вывели, не будем делать канализацию фактически все, потому что мы их вскрыли, футляр в нормальном состоянии, на глубине 5 метров, и, соответственно, сама труба тоже в надлежащем состоянии, мы ее трогать не будем, будем менять только водоводы, которые у нас обеспечивают, без исключения граждан, потому что они у нас обеспечивают насосные станции, да, на улице Огородной. На улице Огородной у нас трубопровод был заменен в 2021 году, который идет вдоль Тыщевой, большая его часть, это от улицы 2-й Нагорной до улицы 7-й Нагорной. У нас остается трех участков технической воды, замена, она будет производиться без отключения граждан, то есть никто не почувствует, и остается у нас одно отключение, переустройство водопровода диаметром 800, планируем также на следующей неделе в теплое время суток, с минимизацией, чтобы, конечно, почувствовать, но попробуем пройти по зоне понижения давления, то есть не полного отключения, а понижения давления. В принципе, нас уже ничего не сдерживает, потому что все теплотрассы мы переложили, водоводы фактически тоже 90% уже переложили, остались только мелкие коммуникации, это кабельная линия, сети связи и так далее, но к которым мы параллельно, вот если вот обратить внимание, вот сейчас газ здесь изолируется, то есть это все защитное мероприятие. Есть ли какая-то привязка к дате в этом полиционическом укреплении рельсов, хотя бы сейчас на ноябре, в адресе? Ну, под речку надо, под речку, по тем мероприятиям, которые мы сейчас проводим, в адрес заказчика был направлен у нас график, который мы сейчас согласовываем с ним, и уже из этого согласованного графика либо примут, либо нам какие-то стойки назначат, но мы будем все стараться, чтобы выполнить именно в рамках контракта, который вот у нас обозначен контракт, вот мы будем к нему также привязываться. А контракт у нас получается до конца года. То есть, предположительно, сроки не сдвигаются у нас? Предположительно, сроки не сдвигаются, потому что нам надо выполнить все эти работы, сами понимаете, срок, иначе у нас с вами трамвай не запустится, и все совсем не текает. А зимний период, дожди, снега, они не замедлят сами работу? Нет, ну, конечно, замедлят. Нет, они замедлят, но мы предпринимаем все усилия, чтобы ускорить эти работы. Понятно, что в зимний период было бы неправильно говорить, что это не влияет, но мы, как бы, сподрядчик будет предпринимать все метры. Здесь дату, значит, сказать сложно, потому что мы должны еще провести обкатку. То есть, я думаю, что при том, что если мы уложим рельсы до конца года, соответственно, у нас обкатка начнется уже в первом квартале, начале, ну, январь-февраль следующего года, и параллельно будем, соответственно, дальше отрабатывать уже и с поставкой нового трамвайного парка, потому что у нас выделено 700 миллионов на первое, на приобретение шести новых трамваев. Потом у нас в следующем году, соответственно, еще пять будем брать в лизинг. Всего нужно заменить 71 единицу на все четыре маршрута. И параллельно будем вводить новый трамвайный парк для того, чтобы уже он курсировал по новым маршрутам. Поэтому задача у нас, как бы, в первом квартале уже запустить движение какое-то, то есть на маршруте 8-й. Ну, обкатка будет длиться, там оно, я сейчас, трудно мне сказать, там 20 тысяч тонн должно пройти по, да. Плюс, понятно, что после весенний период, когда уже грунт отойдет от, ну, от мороза, надо будет, ну, тоже это все предусмотрено проектом, делается подбивка, поднятие, там рельс, если что-то где-то уходит, там и так далее. То есть это все технологически предусмотрено. Рельс у нас будет сплошной, бесшовный. Сначала это делается на накладках, потом, соответственно, вот, параллельно производится сварка. Мы идем двумя путями, то есть у нас алюмотюрмитная сварка, проектом предусмотрена. Также у нас сейчас мы с оба подрядчика на всех маршрутах у нас приняли решение, что будут максимально применять электроконтактную сварку. Это более технологически сложная процедура, но она быстрее проводит сварку. То есть мы сейчас порядка, там, двух, минимум, бригад, вернее, двух организаций, который будет заниматься сваркой, привлекаем Саратов. Сейчас вот определяемся на те места, где они будут стоять. Это цех, который производит за счет высокого напряжения, фактически, сваривание стык-в-стык рельса. Потом, как робот, то есть это автоматизированная система, потом проводится шлифовка, закалка, просвечивается сразу стык, и он уже выходит как бы монолитный рейс. То есть позволяет нам до 100 метров хлысты варить. То есть получается потом по месту также есть аппарат, который варит уже с помощью дизельной электростанции, передвигается по рельсам и варит уже на месте тот же электроконтактный сварка. В местах, где под углом, там будет алюмотермитная сварка, потому что по-другому там сварить невозможно будет. Это рельсы двух типов, 65 и как он, 63? Т-р-р-р-62. 62-й, то есть 65-й это обычный рельс, который применяется везде, в метро и в трамвае, и на железной дороге. А 62-й это трамвайный рельс, он применяется на поворотах, на подъемах, на спусках, чтобы трамвай как бы никуда не балансировал. Но это специализированные компании, потому что, ну, которые именно сваркой занимаются. То есть несколько компаний там, в основном это московские, которые работают на московском метрополитене. И в Курск ездили, и в Нижний Новгород. Вот буквально вчера приехали с Волгограда. Конструктив весь такой же, единственное, у них протяженность меньше. У нас, если получается 15,5 километров девятый маршрут, то они 6 километров провели реконструкцию. В чем отличие? Здесь, наверное, все видите, тут в центре города у нас пересечение с автомобильным транспортом. Там идет трамвай вдоль Волги, вдоль дороги, выделенка отдельная. И пересечений коммуникации практически нет. Они не меняли коммуникации, поэтому у них более процесс быстрее пошел, чем у нас. Субтитры создавал DimaTorzok